Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта Изба Вязания. И сейчас я хочу вам представить одно очень интересное устройство. Это электронный контроллер-адаптер ЭКО для модернизации любых бытовых вязальных машин. Вы все знаете, что есть программы для вязания КНИД, стайлер и дизайн КНИД. Они очень популярны, они находятся в свободном доступе в интернете. Их можно скачать и ими можно пользоваться. Но пользоваться ими для тех, у кого нет электроники на машине, можно только теоретически. То есть вы можете создать выкройку, вы можете все посчитать, рассчитать. Но вязать при помощи этих программ сложно, потому что нужно вручную перещелкивать каждый ряд. Это очень неудобно, это можно забыть, это тяжело. И занимает очень много времени, сил и эмоций, потому что забыли и все пропало. Так вот, контроллер ЭКО как раз и помогает нам соединить программу и простую машинку. Конечно, контроллер не имеет возможности выдвигать иголки и вязать узоры. Это исключается. Контроллер всего лишь соединяет вас со счетчиком рядов. И вы видите, в каком ряду вам нужно сделать убавку, прибавку, сколько у вас игол в работе находится. И вам не нужно следить за тем завязанием. То есть вы можете отслеживать узор и вывязывать по рисунку. Вы можете отслеживать количество рядов, сколько вам осталось, сколько вы уже провязали, какое количество прибавок вам нужно выполнить, в каком ряду. Это очень удобно. Программа подает сигнал, и вы не забудете это сделать. Ваша задача всего лишь поставить правильно датчик, магнит. И в порт компьютера включить электронный контроллер. Вот такая маленькая коробочка, датчик и маленький магнит. Магнит вот такой вот малюсенький, он крепится в каретке. Датчик я поставила на основу для счетчика. Поскольку счетчик не нужен при такой конструкции, я его просто сняла и поставила датчик. На другое место его поставить не удастся. Вот такая вот конструкция машинки. Может быть какой-то другой вариант на другой машине. Здесь, на Неве, удобнее так. Итак, что мы видим? Стоит датчик. Зеленый свет горит. Значит, подключенная конструкция в рабочем состоянии. И начинаем вязать. Если вы посмотрите на дисплей компьютера, у нас есть выкройка. Есть порядный вид этой выкройки, порядный, что мы должны вязать. Есть количество игл в работе. Это установка датчиков, на них можно не смотреть. Есть положение каретки, есть смена нитей. Если у меня будет двухцветный узор, здесь будет две нитки. И мы можем смотреть на смену нитей. Есть количество провязанных рядов и убавки-прибавки, которые мы должны выполнить в каком ряду. В данном случае мне нужно выполнить одну прибавку справа. Вот. Видите, у меня стоит циферка. Я провожу кареткой один ряд. У меня меняется циферка на четверку. Еще ряд. Пять. Шесть. И сейчас у меня по выкройке должна будет выполнена прибавка. Вы услышите сигнал. Сигнал машина подает. И вы можете остановиться и выполнить прибавку. Вам показано, с какой стороны какую прибавку вы должны выполнять. То есть это всего лишь соединение программы и машины. Никакие иглы не выставляются. Узоры сами не вяжут. Это все как и была, так и остается ручная работа. Но насколько легче и проще выполнять эту работу. Вы понимаете те, кто вынужден постоянно составлять выкройки, делать расчеты и накладывать рисунки на свое изделие. Это все выполняет программа. Очень легко и просто. Ваша задача всего лишь поставить компьютер, подключить к нему контроллер, правильно установить датчик и вы можете творить, создавать, фантазировать и вязать уникальные, эксклюзивные вещи, которые вы можете рассчитывать в программе и вывязывать уже не боясь ошибиться. Потому что контроллер будет следить за совмещением программы и тех рядов, которые вы провязываете на своей самой простой бытовой вязальной машинке. Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. А также подпишитесь на мой канал, чтобы вы в курсе всех обновлений. И до встречи на сайте Изба вязания. Ваша Наталья Некрасова. Продолжение следует...